Русская служба новостей. Русновости.ру Подъём! Восемь часов тридцать четыре минуты. Пятница, шестое января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это Русская служба новостей. Анастасия Ножко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте, Сергей! Что у вас там? Россия и Канада попали в одну группу на молодёжном чемпионате мира. То есть мы опять сыграем, что ли? Я не пойму. Ну, похоже, что РИА Новости сошли с ума, потому что мы уже играли и уже, к сожалению, проиграли, но с таким счётом, с которым не стыдно. Нет, вообще, РИА Новости сегодня, 6 января. Говорят, что сборная России, Канада и США... Встретятся уже на стадии группового этапа чемпионата мира по хоккею. В 2013-го! В 2013-го! А, 13-го! В Уфе он пройдёт, кстати. Ребят, мы проиграем шведом, но я должен сказать, это проигрыш, за который не стыдно, насколько я понимаю, да? Ну... Вообще не стыдно, нисколько. Всю игру было 0-0. Ага. Нет, дрались, дрались, дрались как звери. Просто классно, классно, классно. На дополнительном времени. Нет, вообще, вообще, просто, просто, просто встречать как героев, мне кажется, а? Психологическая пара. Просто настоящие герои, а? Да. Да, скажи. Да. 7-8-8-107-0. Кто смотрел игру? Расскажите нам про игру наших со шведами. Сейчас, сейчас на чемпионате молодёжки. Молодёжка играла. Ну, насколько я понимаю, дрались как герои просто. И одну пропустили в овертайме. Держали 0-0-0 всё время. То есть, по-настоящему характер показали. 7-8-8-107-0, если вы смотрели, если вы смотрели игру. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы смотрели, да? Александр, да, смотрел, пять часов встал. Я бывший хоккеист, но я, как с точки зрения профессионалов, ещё даже поспорил, что шведы выиграют. Потому что, когда они играли предыдущий матч со шведами, шведы на голову выше были наших ребят. Наши ребята неплохо играли, но что-то Барулин немножечко недооценил шведов в финальном матче. И у нас в ПАС, как у нас стандартно Россия и СССР славился, комбинационной игры не получилось. Не было игры у нас. Фактически два периода играли в одни ворота. Если бы не вратаришка у нас, мальчик, там бы штук 6-8 было бы. Ну хорошо, но всё равно вратарь молодец. Молодец, вратарь ещё, Серёж, извините, пожалуйста. Я хочу сказать, что в таких матчах нужно настраиваться, даже фавориты должны настраиваться на один матч, а не на так вот выйти. Я сразу за 15-10 минут посмотрел, думаю, нифига себе, что-то у наших совсем не клеится игра, комбинаций нету, пас нету, вообще ничего нету. Ну, конечно, неплохо. Вот с канадцами нехорошо сыграли, но 10 минут последних они играли профессионально, могу сказать, вообще никак. С канадцами? 10 секунд, не, за 15 секунд пропустили два гола. Ну это понятно, да, да, да. Да, да, так что вот, нет, не хочу сказать, что Серебро это великолепно для молодёжки, всё отлично, всё остальное, но мы должны были, конечно, шведов выиграть. Мы обязаны были выиграть, нужно было настроиться, настроить ребятишек на такой матч. Ну то есть вы считаете, что я зря тут слезой и счастья исхожу, зря, да? Да, нет, ну конечно, вы знаете, что, что когда наши предыдущие шведами играли, вот, и когда мы ввели 3-0, 3-0, и проиграть 5-4, я забыл сколько, проиграть, проиграть, это уже, конечно, нонсенс. Я понял, спасибо большое, но всё равно, слушайте, ну Серебро, Серебро, ну ребят, ну давайте так, ну Серебро, ну что-то, что-то у них ладилось, что-то не ладилось, спасибо, всё равно, всё равно молодцы. Что ты считаешь? Мы одинокий ковбой, скульптура, мы одинокий ковбой. Это один из самых продаваемых художников. Ну так что, Рона раскрыл, ну так что. Раскрыл секрет своих продаваемых. Так что, ну расскажи, ну расскажи, ну расскажи. Ну вот, я не знала про этого самого. Ну хорошо, не знала, так зачем ты сейчас будешь это всё рассказывать? Слушай, хорошо, всё прекрасно. Давай, давай, наши, наши проиграли шведам, но в овертайме одну шайбу пропустили. Вот сейчас нам звонил хоккеист, который говорит, что нет, слабенько. Слабенько и как-то не очень слаженно всё это было. С точки зрения хоккеиста. С точки зрения хоккеиста. Я считаю, что всё равно чествовать и радоваться. Ребята молодцы, дрались, ну что, ну вот. Что-то у них неровно, понятное дело, да? Неровно. Да. Ну вот, а что, они ещё маленькие. Есть куда расти. Так, тихо, слушай меня. В той стране на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего, находились? Да. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господне осеяла их. И убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдёте младенца в пеленах, лежащего в язре. И, 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 и ещё. А внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и возвещающее слава Вышних Богу и на земле мир и в человечествах благоволение. Можно так? Знаете, к чему это всё приводит? К чему? Вот новость вам. 8.09. Избыточное питание после поста может привести к обострению язвы и гастрита. А мы не будем избыточно питаться, потому что мы ни разу не постились. Мы, может быть, так постились, что вот уже целую неделю новогоднюю ни разу баранины не ели. Так мы, значит, разговеемся на баранину пойдём. Мы всё время свинину жрём. А вот сейчас раз и баранина, чтобы поменять рацион. И нифига ничего не обострится. И, увидев же, рассказали о том, что было... А, вот, поспешили. Пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в веслях. И, увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сие, слагая в сердце своём. Ну, то есть запоминала. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. И тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. И был он муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святый был на нём. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, такой ли не увидит Христа Господня. И пришёл он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Истуса, чтобы совершить над ним законный обряд, его понесли на обрезание, что ли? На обрезание. Ну, обрезание ещё не скоро, через пять дней только, через шесть дней. На седьмой день. И он что? Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Иосиф же и матери его дивились сказанному о нём, и благословил их Симеон, и сказал Марии, и матери его сия лежит сей нападение и навосстание многих в Израиле. И в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдёт душу, да откроются промышления многих сердец. Тут ещё была Анна Пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет. Это как-то... Ещё раз прочту, ещё раз прочту, ещё раз прочту. У древних евреев всё как-то кручёно. Подождите. Тут была также Анна Пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет. Как это можно сказать? Вдова лет 84-х, которая не отходила от храма, постом и молитву, и служа Богу день и ночь. Она славила избавление в Иерусалиме, Галилею, город Назарет, благодать Божья была на нём. Что-то в Иерусалим набрали... Иерусалим Божьякова. Чё-чё, Нила, не путайся, не путайся, ты совершенно съедешь с нарезки, если пойдёшь. Ты съедешь с нарезок? Как твоя фамилия? Аножка. Аножка, а не Азимов, понятно? Подожди, всё спокойно, не надо в это погружаться так сильно. Фоменко. А? Фоменко я сейчас начну считать. Нет, нет, нет. Если бы это была Азика Азимов, я бы сказал, давай вперёд. И так далее. Да. Ну, пропустили одну, один раз не считается. А, имеется в виду, господи, про шайбу. Я думал, товарищи, мы... Мы сейчас с вами, мы сейчас с вами идём к этому самому... Просветлению. Да, к просветлению. Пожалуйста, не мудрите. У нас всё... А только будет духовное песнопение. Только всё время духовное песнопение. Пока вас, наконец, не торкнет по-настоящему. Поехали. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Она должна каким-то образом уйти, потому что сегодня день духовности, вы должны предуготовляться. Кстати говоря, ты сочельник Сочева делаешь? Сочева, конечно. Она делает Сочева. Сейчас, через короткое время, мы сейчас чуть-чуть вам ещё духовной музыки, и потом мы спросим, как народ готовится, православные, как вы делаете Сочева, и что это такое? Поехали. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Почему ты хочешь стакан делать? В витро зерень пшеницы, необходимый столочь в деревянной ступе деревянным пестиком, периодически подливая немного теплой воды, чтобы оболочка пестика отошла. Нет, подожди, оболочка пшеницы отошла. Пшеница. А пестик пусть рабочий. Дальше осталось. Полученную массу, то, что осталось от пестиков, просеивают и промывают. Отделяют таким образом ядра от шелухи. Далее из чистых пестиков, если это простите, из чистых зерен, на воде варят обычную постную жидкую кашу, охлаждая, добавляя по вкусу сахар. А, сахар-то хитро, видишь как. За неимением ступки, пестика и времени, современные хозяйки при приготовлении сочи переходят сразу именно к этому пункту. Покупают кашу в пакетиках, да? Далее растирают один стакан мака, хорошего, афганского, ну или любого другого. Как написано? Нет, это я думал, ну а где взять мак? Маки из Сыкуля есть, а есть афганские маки. До получения макового молочка. О-о-о. Спокойно, слушайте меня, спокойно. Далее растирают один стакан мака до получения макового молочка. Я бы пришла сразу к молочке. Добавляют мед, одну-три столовые ложки, все перемешивают и добавляют к пшенице. В конце добавляется 100 г толченых ядер грецких орехов. Иногда сочево готовят из риса, но рис в этом случае, иногда из риса, это, которые ленивицы, стакан риса заливают полутора стаканами кипятка. Два к трем, правильно. Два к трем, правильно. Правильно. Варят в плотно закрытой кастрюле три минуты на сильном огне. Это что, книга Пахлебкина, что ли? Шесть на среднем и три на слабом. У Пахлебкина семь на среднем и две на слабом. После этого 12 минут нельзя открывать крышку. Правильно, это по Пахлебкину. Рис должен настояться на пару. Затем можно добавить изюм. Вместо сахара положить мед. Вот. Что, и все, и молебны все время. Практически все правильно, Сергей, я бы рассказал. С 4 января от рыбы следует отказаться окончательно. Я так и сделал. Когда? С 4 января от рыбы следует отказаться окончательно. Окончательно. До какого? Я перешел жестко на свинину, да, с 4 января. Строгие постники придерживаются этого правила во все дни говения. Да. Говение это до разговения или говение это то же самое, что и разговение? Нет, говение это то, что вот не есть когда. Когда говение не есть, а когда разговение, разговение. Сегодня после первой звезды. 6 января, сочельник, день особо строгого поста. Вообще ничего не есть до первой звезды. Ну, от кавку. Правильно, если я съел... Сочево. Нет, до первой звезды вообще ничего. Затем после первой звезды вкусить сочево. А. Я ничего не ел. Три яблока съел сегодня. Три яблока съел сегодня. Говею по-черному. Ну, сейчас вы расскажете, что ела я, когда вы зашли сегодня в студию. Лопатку динозавра сегодня. Я увидел, как... Я зашел, когда Настя обгладывала лопатку динозавра. Значит, впившись в нее зубами, урча свирепо абсолютно. Это был бараньего окорока, Сергей. Это был бараньего окорока? Да. Ну, как-то ты говеешь. Как-то ты говеешь. Как-то вот так вот, да? Хорошо. Прекрасно. О, Боже правый! Изнывает под гнетом Русь. Спаси ее! Яви ты чудо нам свое! Просит на 66-й, чтобы мы поставили вот такую вот историю. А мы еще что-нибудь поставим такое нежное. Давайте посмотрим, что у нас из русского. Нет, нет, из русского. Потому что у нас есть русская и южноафриканская. И все это молитва. Давайте, может быть, это как... Какой-нибудь вот этот Днесь поставим. Днесь, и все. В общем, там по-строгому у них. Днесь, говорит. Я смотрел, между прочим... Во, во, чуть-чуть, чуть-чуть. И потом уходим в рекламу. Ладно, договоримся, все, поехали. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В Движении. 24 декабря, завтра 25 декабря, как вы знаете, поэтому-то и Рождество. На вечере Рождества Христова, Промоце Евгении и Снею МЧЧ Прота, Иакин Файклавдия, Пропе Николая Монаха, ПРМЧ Иннокентия, СЩМЧ Сергия Пресв, День Косный. Никогда Штирлис не был так близок к правам. Чего это? Вы как все пробки передаете. Да, это сегодня надо чествовать. Чествовать надо. Из земной жизни Пресвятой Богородицы, когда вошли усталые пустники в Вифле, я уже читал, оказалось, что весь город уже был переполнен, и никто не согласился принять бедную чету и взвалить на себя хлопоты по уходу за роженицей. Ждали ведь прихода Мессии, великого и грозного царя, который покорит иудеям все языческие народы. Ну и так далее, и так далее. Я уже читал вам от Луки, я не буду из отрывного календаря повторять. Теперь, исламский календарь. День общей молитвы сегодня. Пожалуйста, луна растет. Пятница, это особо выделенный Всевышним для общины Мухаммеда, праздничный день. В этот день был создан Адам, введен в рай, и в этот день установился судный день. Ангел Джабраил пришел к пророку с зеркалом и сказал, что это от Всевышнего Аллаха, для того, чтобы это было фарзом и подарком для тебя и твоей умы. Все? Все поняла? Тебе станет легче, если ты не будешь задумываться. Все, успокойся. Дальше, смотри, я тебе, если позволишь, теперь атеистически ближе тебе будет. Сегодня, в этот день родились Александр Скрябин, композитор, Николай Крючков, актер, и Валерий Лобановский, тренер. Тренер в каком виде спорта? В хорошем виде спорта. Какая тебе разница, я умоляю? Ну, хорошо. Если, ну что, послушайте, долгота дня 7.15 уже, 7.15 дают. Всего 7 часов. Здрасте. 7.15 дают. Как мало. 7.15, вчера в 7.11 было, или сколько-то в этом роде. Здрасте. Как? Мало ей все. Луна в знаке близнецов, полагают атеисты. И они говорят, что тут же на обратной стороне отравного календаря для атеистов написано, девушка-козырок, девушка-козырок, более других полна ожиданий достойного мужчины. Это я. А ты козырок. Я козырок. Что, что, девушка-козырок? Девушка-козырок более других полна ожиданий достойного мужчины. А. Планов на будущее. Предчувствия, опасения. Она может засидеться в девках. Потому что долго выбирают, ей трудно угодить. И еще она не прочит добиться чего-либо в жизни своими руками. И тогда семья и муж только препятствия на пути к цели. Жена-на, она надежная, тупраножка, трудолюбивая. А что, целый листочек мне посвящен? Честная, хозяйственная. Но все это нужно заслужить и поддерживать каждый день, соответствуя ее представлениям. Но пока она, жена-муж, мужчина, выстиран, накормлен, умыт и знает, что ему делать и зачем. Вот это главное. Доминантная самка. Это чудовище? Он постоянно сопротивляется. Она чудовище. Хорошо. Давайте послушаем духовные песнопения, как мы вам и многократно обещали. Поехали. Сегодня вся музыка духовная. Все время молитвы будут. Все время молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девять часов три минуты пятница 6 января ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это Русская служба новостей! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Анастасия Оношко, ведущая программы. Здравствуйте, Настя! Как поживаете в США? Армию сокращают. Ура, пишет Филиппок. Почему ура? В каком смысле ура? У них техника вперед выходит. Ну, а зачем? Вы знаете, армия, большая армия, в том числе большие пехотные силы, нужны для оккупации. Мне кажется, что американцы отошли уже. Филиппок, позвоните нам, пожалуйста. Может быть, кто-то позвонит. В США сокращают армию. Это делает США менее боеспособными или нет? Вот. 7-8-8-107-0 наш телефон в студии. 7-8-8-107-0. США сокращают армию, делают ее компактнее, собираются тратить деньги скорее на вооружение, чем на, собственно, личный состав. Это делает США более уязвимыми, менее боеспособными. 7-8-8-107-0 наш телефон в студии. Филиппок, я просто потому что не понял вашей радости. Вот вы обрадовались, а я сижу, репу чешу. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Алло, добрый день. Артур зовут меня. Нет, это более боеспособно делать, потому что они уже пришли к другой тактике. Да, расскажите, какой? Вот как вы сказали, большая пехота требуется для оккупации. А зачем оккупации? Вот именно они не собираются никого оккупировать. Да, у них все такие же гегемонии. Сколько России нужна большая армия? Ну, по-настоящему, не только России. Смотрите, самые большие в процентном соотношении армии, если уж мы говорим, то, конечно, это Северная Корея. Четвертая армия на планете по количеству. 1,1 миллиона человек в армии, в нации, которая чуть более 20 миллионов человек. То есть там 20-25 миллионов населения и 1 миллион армия. Представляете? Да, это, ну, там, поймайте, там нет технологий, которые есть в США. Вот, допустим, у меня просто отец военный, брат военный, и они очень хорошо это знают, потому что, как бы, еще каким-то опытом... Смотрите, в Северной Корее, в Северной Корее армия, как если бы русская армия, была 6 миллионов человек, вот примерно, ну, чтобы вы понимали просто, да. А от этого независия, я вот как раз таки и не договорил. Вот у них рота, рота на роту имеется, свой маленький беспилотник, они имеют вооружение, у них у каждого есть рации, причем очень маленькие, компактные, они могут между собой общаться. Ну, взять много фильмов, да, это не только же откуда-то взято. Да, да, да. А у нас до сих пор нет раций, общаются по сотовому. Время спецопераций в Дагестане, общаются люди по сотовому. Да, да, я знаю об этом, да, это ужасно. Да, спасибо, спасибо. Значит, проблема большой армии, небольшой армии, проблема большой или небольшой армии, это же проблема оккупации. То есть для чего нужна большая армия? Для оккупации. Но Соединенные Штаты, Сергей, у них внешней угрозы нет практически никакой. Единственное, для чего им нужна была бы армия, это только для того, чтобы оккупировать, разве нет? Чем они занимаются? 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Поясните, США расходы сокращают, а не армию, говорит Абдул-Хамид. Расходы сокращают, но именно не сокращают на какие-то продвинутые технологичные вещи, Абдул-Хамид. Тут одно другим связано. То есть расходы сокращают и не на технологии. Алло, здравствуйте, да. Добрый день. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Да, Алексей. Алексей, вы разбираетесь в этой теме, да? Ну, в общем-то, да. Собственно говоря, 35 лет послужил в армии. Ну, скажите, я выскажу тезис, а вы попробуйте его покритиковать. Если не нужна оккупация, если нужен контролируемый хаос, ракетами, томогавками уничтожается инфраструктура государства, а дальше люди сидят там у костерков, жарят шашлычки, это американцев совершенно не парит, они могут не входить в эту территорию. Ну, в общем-то, да. Собственно говоря, сейчас такие концепции. А, в принципе, зачем сейчас завоевывать, когда можно экономически все решать? Или просто снять всю инфраструктуру, как чешую, как кожуру, и все, и забыть про это дело? Ну, вот как пример Югославия, в общем-то, в принципе. Туда ни один сапог, как говорится, не вступил, а в принципе политические цели достигнуты. Ну, конечно, ну, конечно. А если захотеть, вот вы, вы как военные, скажите, а если захотеть уничтожить полностью сотовую связь, полностью уничтожить порты, полностью уничтожить нефтепереработку, другие там, котельные, все. Ну, так народ выйдет на улицы и скажет там правителям своим, там, ребятам, сдавайтесь, там, мы не можем жить в холоде, голоде. И ни одного солдата не надо, никакой оккупационной армии не надо, абсолютно. Да, поэтому, так сказать, новые времена, новые технологии, ну и плюс, сами понимаете, сейчас все-таки информационное пространство стало совершенно другое. Да. Поэтому другие, ну, другие, другие войны, в общем-то. Другие войны, люди так сильно особенно не нужны, если только точечные, точечные операции. Ну, без людей тоже ничего не сделаешь, как бы, люди нужны, но совершенно другое количество и другого качества. Ну, боец, идущий в атаку, как таковой, нужен в точечных операциях? Ну, да, да. Ну, как такового, вот, бойца, идущего в атаку, как мы привыкли смотреть, там, политрука Клочкова, там, за нами Москва, ну, вряд ли, значит, такая сейчас война будет. Да. Значит, сейчас, если бойцы нужны, бойцы спецподразделений, хорошо подготовленные, значит, способные, значит, один, как говорится, за десятерых, там, решать задачи, там, вот такие нужны. Спасибо. Я хочу вам сказать, что для того, чтобы, если бы я планировал нападение на ту или иную страну, если бы я планировал, я бы, например, не хотел, зачем мне ее оккупировать, что мне там делать-то? Ну, как, что, бизнес там? Да, ну, бизнес потом, подожди, можно же... Нет, 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 а ответственность, подожди, обыраки, а ответственность? Нет, ну, можно же опосредованно работать, вот ты играл на бильярде, Настя играла на бильярде. Значит, ты играл на бильярде, скажи, пожалуйста, вот руками шары класть интереснее? Нет. Нет, ну, почему, ну, можно руками. Можно, как тренируешься. Руками, просто нет, брать руками и толкать шары. А ты все равно кием это делаешь, кием. Да, кием. Но почему нельзя управлять страной с помощью ракет? Заходишь, подождем, заходишь на страну, а это значит, заходишь в компьютер Планируешь уничтожить, а, дороги, ну, если это северная страна, отопление сейчас, уничтожить просто Все, отопление, все котельные снять, снять нафиг все Дороги, да, дороги, подачу воды, сняли Сколько для этого нужно ракет? 20, я тебе объясню, 20 ракет на крупный город 20, все, тема снята? Нет, здесь, правда, тема снята Тебе нужна резиденция их руководителя? Да Еще три ракеты Окей, ну что начнется дальше? 23 ракеты Вы же несете ответственность за то, что там будет происходить дальше А мне не нужна резиденция их руководителя, я просто хочу с ним поговорить по-другому, чтобы у него голос смягчился Значит, 20 ракет Голос у него смягчится, голос у него смягчится А если вы его уничтожаете? Что? Если это Саддам Хусейн, который прячется А зачем мне его уничтожать? Ну, не знаю Ну вот не надо его уничтожать, надо сказать, что он в душе добрый человек, и надо ему дать возможность исправиться В душе он человек хороший, понимаешь? Да И пусть он исправится, все? Тема снята? Нет, правда Нефтепереработку сняли? Сняли Забыли, еще ракета? Нет, хорошо, две Еще сняли? Забыли про нефтепереработку? Все Значит, бензина нет, теплой воды нет, воды вообще пить нет Или она заканчивается в течение суток из магазинов? Понятно, да? Ну, а насчет все срочно починить, как это вы будете делать? Кто починить? Зачем? Вас будут проклинать А зачем перенести столет? Простые жители Перенести столет, я умоляю Перенести столет, а пусть они меня всю жизнь боятся И ненавидят Нормально, управлять через ненависть ко мне, это нормально Почему плохо-то? Зачем это? Плохо, я не понимаю А мировая общественность вам выставит на вид? Что вы пришли, разбомбили Ну, вот это единственная неприятность Потом в ООН будут там Ну, надо как-то, нет, ну, надо как-то это подготовить Надо так подготовить, чтобы моя пресса говорила о негодяйстве режима И что мы идем освобождать демократический народ Чтобы моя пресса раздула истерику Что режим негодяйский, а надо освобождать демократически мыслящий народ А вам в ответ фото от кровавленных детей? Ну, вот сказать, нет, это специально кровавый режим Специально уничтожает детей, подкладывает Конечно, конечно, кровавый режим, конечно Демократическая ракета не может этого сделать Демократическая ракета Это кровавый режим, нарочно казнит детей и нарочно распространяют фотографии. Все. Главное контролировать прессу. Главное контролировать общественное мнение. Потом они приползут спокойно. Для чего оккупация? Никакой оккупации в жизни не надо. Ничего не надо. Это все, 21 век, ребят, забыли. Ну, наверное. Ну, смотрите, нам люди звонят, наверное, специалистов. Ну, давай поговорим. Ну, давай поговорим. Я не понимаю, зачем оккупация. Окупация – это вот Северная Корея пусть занимается оккупацией, чего хочет. По всей видимости, она занимается оккупацией самой у себя. Алло, здравствуйте, дослушаю. Добрый день. Здравствуйте. Дмитрий Москва. Да, Дмитрий. К сожалению, я с вами не согласен, Сергей. Давайте спорить. Вот я вам скажу, у вас все красивое построение обломала Ливийская война. Да. Для штурма Триполи в августе потребовалось все, включая САГС, JGN, итальянских Альпини, даже ГСГ-9 из Германии. Я уж не говорю про пушечное мясо из Катара и из Египта. Давайте вернемся. Каждая участвовала вся, все 100% практически. Давайте вернемся. Учитывая, что она наемная, набрать на нефть и доллары было можно. Другое просто, что нужна туземная пехота. Да, вот здесь европейцы задействовались с САГСом и иностранным легионам, но это можно сказать туземная пехота. Ну, можно тогда подчеркнуть то, что вы сейчас сказали. Именно абсолютные спецназы разных европейских стран, да, и плюс туземная пехота. Нет, но его не хватило. Обратите внимание, одной стране не хватило, пришлось задействовать всех, даже не специалистов. В ГСГ-9 это не штурмовая вещь, это антитеррор. Я вам хочу сказать следующее. Все-таки общественное мнение. Тем не менее, не хватило даже этого. Например, тот же самый терминал Рафлануфа в Ливии надо было брать 82-й воздушно-диссансной дивизии. Высаживать там фактически бригаду. И с большими потерями, надо было только в сетах. 80 с лишним человек, извините, плюс 20 сожженных самолетов. Это не такие уж слабые потери. Я считаю, что это ливийская армия, это не российская армия, не китайская, и над тобой висит постоянно бомбящий тебя натовский зонтик, полное господство в воздухе, в электронике, в спутниках, во всем. И тем не менее, когда потребовалось, ты не можешь обойтись в эти потери и несешь при этом большие потери. Я в восторге, что я получил в вашем лице информированного собеседника. Но я боюсь, что вы проговорите все время. А можно вопросы все равно задать? Значит, все равно общественное мнение требует армии повстанцев. Понимаете, потому что так было в кино. Дюна и других разных фильмах. Общественное мнение требует, чтобы была армия повстанцев. И всякие камуфляжные 82-е бригады, которые делают за повстанцев главную работу. Понимаете, если бы не общественное мнение, давайте вот мы с вами вдвоем берем Ливию без общественного мнения. Вот просто по барабану, да? Ну могли бы мы взять ее ракетами? Нет. Почему? Да потому что нам нужно держать там целый ряд объектов, которые нам надо контролировать. Нам Кардафи вот взял и не сдался. Вот Мубараку погрозили, сдался. А мы каждое утро... А мы каждое утро... Мы каждое утро... Сколько объектов? Подождите, ну вы... Подождите секунду. Значит, мы каждое утро, каждый из этих объектов, числом их там не более 20-30, закрываем ракетами каждое утро. Они не нужны в руинах. Зачем же мне экспортный межкетерминал в руинах? Он не целен, чем нужен, блин. Надо подумать об этом. Это хорошо, что вы сейчас сказали. Значит, это люди, которые мыслят горизонтами очень близкими. То есть, им нужно через 6 месяцев экспортировать собственную нефть. Правильно. А если они все это разнесут, извините, каждый день я буду на терминал грохать по 20 томогасов. Что ж от него останется? Ничего не останется. Я исхожу из этого. Так правильно. А мне что потом строить? А кто это строить будет? А кто будет охранять? Значит, я буду набирать ЧВК. ЧВК стоит дорого. Вот я хотел спросить. Вы знаете почему? Вы мыслите, так хотите французам угодить. А я бы, если бы я был американец, я бы не думал про французские интересы. Ну, понимаете как, Сергей, на самом деле, обратите внимание, американцам-то это вообще нафиг не нужно. Абсолютно. Они очень активно развивают вот эту вот сланцевую нефть и газодобычу. Газом они уже сейчас сланцевым обеспечили вообще на 100%. Да, ну ладно, на 100%. 4% обеспечить нефтью долларов так по 7-8 за баррель. Вот тогда им это будет пофиг. Как вас зовут, замечательный эксперт? Дмитрий. Дмитрий. А можно я выпишу ваш телефон, и мы вас пригласим сюда на станцию для каких-нибудь концептуальных разговоров, бесед и споров? Потому что ваша степень осведомленности и ваша степень, как вы оперируете материалом, просто роскошная. А? Ну, Павел, давайте попробуем. Давайте, Дмитрий. Скажите, ну ладно, потом уже все по телефону. Спасибо большое, Дмитрий. Дмитрий, Дмитрий, просто потрясающе. Давайте-ка разлучимся на минуточку. 9-11-18 минут, мы, мы, я хочу прочитать смс-ки. Плюс 7-925-11-107-0, наши смс, а без авиации фиг вам, война не Голливуд, товарищ, говорит мне Абдул-Хамид. А я у вас отравлю воду, взорву башню, говорит Абдул-Хамид, который диверсант в душе, я чувствую. Абдул-Хамид, что-то у вас такое диверсантское, но вы, знаете, вы говорите в моем лице тоже с диверсантом, так что все в порядке. Как он вас, говорит вы, ну как он нас, ну почему он нас, он интересный спорщик. Он учитывает некоторые параметры, которые я не учитываю. Там же есть, пойми, ну то, что сказал сейчас Дмитрий, это все очень понятно, он описал. Потому что надо играть и на французов, и на общественное мнение в собственной стране. Ну, понимаешь, да? То есть нужна туземная пехота для чего? Чтобы торжествующие демократические массы изображать по телевизору. Дела нет до того, что эти торжествующие демократические массы вырезали всех негров там, спокойненько. Вот это не надо показывать. Не надо показывать, что торжествующие восточные, знаете, сами бенгазийцы, восточные левийцы, вырезали к чертовой матери всех негров. Потому что это в Америке, покажешь, это будет как-то немножко обидно. Как-то не по-нашему это как-то будет, не по-нашему это как-то, да. Вот, а значит они пусть тихо режут негров. А вот в момент, когда они кричат Аллаху Акбар, что в переводе означает, да здравствует американская демократия. Это, значит, сразу можно перевод подстрочный такой пустить. Аллаху Акбар, а ты перевод такой пишешь. Да здравствует американская демократия. Да, скажи. Здравствует американская демократия. Да, 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 такой перевод. Значит, вот это все правильно. Если исходить из этого, а если быть совершенно вивисектором, то можно ракетами все упаковать. И нефтетерминалы разрушить можно совершенно спокойно, не париться. Ответственность большая. Да не париться совершенно, помимо. Ну как не париться? Да французы, да французы, французы потом пусть строят следующие 10 лет. Кого парят вообще? Если ты не француз, ты француженка? Нет. Чего ты озаботишься о французах, я не понимаю? Ну, на всякий случай. Я ни разу не француз, она не француз. Что вы значит? Дмитрий, видать, француз, который нам позвонил. Я теперь понял, он француз. Латентный, при том, в глубине души француз. Надеюсь, ты получишь паспорт. Дмитрий жжет, говорит 59-й. Дмитрий француз, теперь выяснилось. Тайный француз, я так и знал. Да, вот мы его заклеймили. Теперь, когда он не с нами, мы его заклеймили наконец. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да. Алло, доброе утро. Владислав Горин. Здрасте, Владислав. Ну, я думаю, так сказать, что вот как раз этот сценарий мало реализуем по более прозаическим причинам. Давайте. Вот слабое место этой истории, вот этой всей истории, это международное сообщество, да? Да. Ну, вот, собственно говоря, во-первых, санкции. Очень важно, так сказать, каким образом международные санкции отразятся на вас. Во-вторых, еще гораздо более прозаические причины, да? Да. Если ваши деньги, дети, собственность там на Западе, да? Да. И это грозит чем-то, то понятно, так сказать, что у вас тут весьма ограничен в маневрах. Ну, у русской элиты, безусловно, я согласен с вами, русскую элиту можно брать за жабры в любую секунду. В любую секунду. В любую секунду, совершенно верно. Не просто брать, не просто брать, а профилактически раз в полгода присылать им отчеты. Нет, из ЦРУ присылать им отчет по их банковским счетам, и все будет хорошо. Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому вот все эти истории, так сказать, а как правило, такие вещи все-таки задеваются, ну или, так сказать, подразумеваются государствами как раз. Так мы же не Россию считали, а если Россию вообще не надо считать, Россия за жабры берется вот просто за 10 минут, это вообще не вопрос. А какой прикладной смысл того, что вы рассказываете? Нет, я просто прикладной мой смысл того, я пытаюсь аргументировать, что авиация и космические войска сегодня в состоянии нанести непоправимый ущерб инфраструктуре любой страны, приведя ее в состояние хаоса. И не нужно... А что с этим спорят? И не нужно оккупации никакой? Не нужно оккупации. Не нужно. Не надо никакой оккупации, просто стереться, а земли все, вообще проблем нет. Оккупация как таковая и туземная пехота нужны только для того, чтобы собственным сгражданам показывать это по телевизору торжествующие от демократии, визжащие от демократии массы. Больше ничего не надо. Абсолютно согласен. Просто для определенных режимов, так сказать, это маловероятно. А что касается России, то в связи с тем, что я сказал, я вообще не понимаю... А в России вообще нет? ... такие военные расходы. Нет, спасибо вам огромное. Конечно, конечно, с Россией вообще не надо воевать, потому что Россия полностью в кармане, потому что у русской элиты будущее вообще никак не связано с Россией. Вообще никак не связано с Россией. Дети в Лондоне, жены в Лондоне, недвижимость в Лондоне, счета всюду-всюду-всюду, в том числе в Лондоне, в том числе в Швейцарии и так далее, в том числе в Германии, в том числе в Австрии. То есть, ребят, с Россией вообще не надо никак ни секунды воевать, потому что будущее российской элиты вообще с Россией никак не связано. Поэтому Россия не просто не надо побеждать, она просто побеждена сразу, мгновенно, в ту же секунду. Правильно? Да, да. Ну и все, ну и все, ну и что за проблема-то? Хорошо, 9.23, знаете, что мы сделаем? Мы сейчас какую-нибудь музычку дадим, а вот какую-нибудь музычку дадим, какое-нибудь духовное песнопение мы дадим. Вы сейчас будете приятно удивлены, вот вам духовное песнопение, от которого в этом качестве вы прежде не воспринимали, но это духовное песнопение. После рекламы обзор печати. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Русская служба новостей. Подъем. Обзор печати. Итак, в обзоре прессах прежде всего хотелось сказать, обратить внимание на то, что по информации канадских ученых, оказывается, вот эти вот бумажные полотенца, которыми мы все пользуемся, особенно в местах общепита, там, в ресторанах и так далее, которые сделаны из вторсырья, они содержат микробы болезнетворные, до тысячи раз превышают норму содержания. И, соответственно, для людей с ослабленным иммунитетом, а также для детей эти полотенца оказываются особо опасными. Это исследование, повторюсь, канадских ученых, они там протестировали шесть марок таких бумажных полотенец. В общем, будьте внимательны, ну, примите к сведению, хотя, конечно, ресурс, на котором я читаю эту новость, он, может быть, не заслуживает такого прям уж внимания. Но, тем не менее, Левый берег называется, это украинский портал. Самая большая женщина мира решила похудеть. Видите, решила вас попочвить такими развлекательными новостями. Женщина, которая еще недавно заявляла о том, что продолжит поглощать огромное количество калорий, чтобы стать самой большой жительницей планеты, радикально изменила свое решение и захотела похудеть. Она мать двоих детей и приняла на это решение, потому что ее любимый мужчина бросил после пяти лет совместной жизни. Зовут ее Донна Симпсон, будем следить за ее похуданием. Онищенко через комсомольскую правду говорит, мы мягкие, пушистые либералы по отношению к курильщикам, потому что наши, на самом деле, условия российские для курильщиков все еще можно считать либеральными. Онищенко предлагает запретить курилке в госучреждениях, полностью, абсолютно запретить курение в общественных местах и сравнивает все это с тем, как в продвинутом мире обстоят дела. И далее цитата, уж где-где, а там, где принимаются те категорические законы, вдруг такая либерализация, у нас господин Козак, и Онищенко показывает нам пальцем на самых злостных двоечников в этом смысле. У нас господин Козак, это вице-премьер, очень злостный курильщик. У нас господин Жуков, говорит Онищенко, вице-спикер Госдумы РФ, курил, но сейчас он передислоцировался в представительную власть. Это плохо, что такие бренды, имеются в виду фамилии, больших политиков наших, подают плохие примеры, добавил Геннадий Онищенко. Ну и по данным Роспотребнадзора, от табака в России ежегодно умирают 400 тысяч человек от табака, почти полмиллиона. Обратите внимание на эту цифру. В Швеции копирование информации признаны религией. Ну, это новость не сегодняшняя, а скорее этой недели просто. Дело в том, что вот эти два разнонаправленных тренда, которые существуют сейчас в мире, которые борются друг с другом, это признание прав, интеллектуальных прав и копирайт, и требование было платить за использование чужой интеллектуальной собственности, и, наоборот, право свободного копирования, право распространения информации, вот это все привело к тому, что студент 19-летний Ctrl-C, Ctrl-V зарегистрировал как религиозное движение, их главные символы, собственно, Ctrl-C, Ctrl-V. Ну и дальше посмотрим, как они будут там отстаивать свои права. Тем не менее, вот новость такая есть. Это в разделе технологии. Она фигурирует в Google News. Премьер Греции считает, что банкротство страны может наступить в марте уже, причем это может быть неконтролируемое, так называемое, банкротство, и слова Лукаса Пападимаса об этом вы можете прочитать на rbk.ru. Единственный в мире комбинат по добыче янтаря исключен из перечни стратегических предприятий России. Теперь он может быть спокойно приватизирован, об этом нам рассказывает комсомольская правда. И Всеволод Чаплин давал вчера нам по телефону нашей русской службы новостей распространенное интервью. Очень много интересных вещей сказал, можете почитать либо у нас на сайте, либо на сайте Грани.ру. 9 часов 33 минуты, мы продолжаем обсуждать важные-важные темы, но не забываем, что мы должны еще слушать музычку. Музычка у нас сочельник. Сегодня 24 декабря, как вам хорошо известно, у русских православных людей. И 24 декабря сочельник, а завтра 25-й в эту ночь будет важный-важный праздник. Рождество Христово. Поехали. Ну и что-то из репертуарчика вот такого соответствующего. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ВСТУПАТЬ СНЕМ В ДИАЛОГ ТАКОЙ Вот мы иногда переписываемся. Он приходит к нам на радио тоже. В ночь с понедельника на вторник, да? Да. Вот. И не всякий раз, но он бывает здесь на радио и частенько бывает. Вот. Значит, он написал интересное письмо. Он написал письмо в Аргументы и Факты. Насколько я понимаю, Аргументы и Факты ведь еще не издавались с этим письмом, нет? Видимо, нет. А когда Аргументы и Факты издавятся? Ну, скажи, ну, скажи. Аргументы и Факты еженедельная газета выходит по средам. В следующую среду, значит? Вероятно, в следующую среду. Да. Очень интересно, очень интересно. Он написал о том, что десятидневное веселье может создать у власти имущих и у некоторой части народа впечатление, что мы вернулись на круги своя к политической тиши прошлого десятилетия. Нет, не вернулись. И уже никогда не вернемся. И все, все, все вокруг нас не вернется в предыдущее десятилетие. Значит, вот слушайте, если власть дальше, дальше Всеволод Чаплин говорит, конечно, о том, что, ну, вернее, дает понять, что он, безусловно, анти, антиоранжист, так скажем, да, против. Ну, почему он говорит хомячками? Термин хомячки – это поддержка немцов, немцов описывает собственную поддержку, как хомячков. Значит, поэтому этот термин использует Всеволод Чаплин. Ну, пошло уже. Если власть не хочет быть загрызенной хомячками, а народ кормит чужую армию, чужой бизнес, нужно переходить от стабильности к диктатуре совести и воли, воли политической и нравственной. Принципиально, вот до какого места? Я тебе буду читать, Настя, а ты мне скажи, до какого места тебе нравится, а потом, когда уже начинает не нравиться. Вот, ладно, то есть, ну, пока протест есть? Есть. Какой? Ну, здрасте, уже есть. Я скажу, что он вдруг у тебя взялся, откуда? Ну, он протест, потому что, очевидно, указывается на то, что сейчас нету ни честности, ни... Ни совести, ни воли. Ни совести, ни воли, да. А что, сейчас есть совесть и воли? Ты чего? Нет, ее и нету. Так он и говорит, что надо переходить, Чаплин говорит, переходить от стабильности, так называемой, в кавычках, к диктатуре совести и воли. Да. К диктатуре совести и воли. Да. А сейчас ты меня спрашиваешь, что у тебя вызывает протест? В этом тексте. А, у меня протест? Да, у тебя текста. Нет, у меня пока ничего нет. Нет, дальше читаю. Извините. Воля политическая и нравственная. Многое из того, что происходит в России, глубоко ненормально и не отвечает воле народа. Согласна? Согласна. Наследие 90-х годов прошлого века должно быть решительно преодолено. Здесь натяжка. Ну, натяжка, что... Нет, натяжка, натяжка, натяжка в смысле 90-е годы, как такие анафематские годы. Довольно странно, да? Потому что разные годы можно указать. И наследие, конечно, гораздо глубже, чем... Огромное, да. Конечно. Вслед за Ходорковским должны отправиться виновные в том же, в чем виновен он. То есть эльгархат должен пойти... Весь. Под суд? Да. Под суд. Согласна? Согласна. Согласна. На первой кнопке должно появиться настоящее общественное телевидение во главе с патриотично настроенными политически активными журналистами. Нет, одним. Патриотично настроенным. А таких немало, он пишет. Иван Демидов. А, в этом смысле. Ван Демидов. Я знаю, что он умен, и я знаю, что он патриотичен. Это я все знаю. И талантлив. Но я, поскольку у меня нет телевизора, скорее помню Ваню по музыкальным передачам. Ну, забос, да. Вот это, да? Вот это, да? Да, а он оказывается... Ну, это круто, наверное, мне кажется. Это круто, а потом... А Крутов, Александр Крутов тоже. Александр Крутов. Это кто? Дядька такой. Наверное, уважаемый человек. Нет, он очень такой, как тебе сказать, серьезный. Серьезный, дядька Александр Крутов. Вот не слышала, наверное, не в плюс мне, но... Нет, он такой, у него такое лицо сосредоточенное, дико серьезное, озабоченное, такое судьбами Родины, такое... Как зовут еще раз, я сейчас... Александр Крутов, дико серьезный дядька. У меня интернет лег. Да? Я тебя поздравляю. А, Аркадий Мамонтов. Аркадий Мамонтов, а, ну да. Тоже Чаплин называет его, что он? Мамонтов. Ну да, но он клумб не с хорошей, да. Я помню... Нет, ни того Мамонтова, ты известный Мамонтов, Аркадий Мамонтов, который делает разоблачительные фильмы на НТВ от имени КГБ СССР. Давно не смотрю. Мамонтов, который выступает от имени КГБ СССР, ты его не знаешь даже, здрасте. Да, нет, не знаю. О, мама, приехали. Это стыдно. Ну, как тебе сказать? То есть это тебя изобличает, как человек, который честно не смотрит телевизор. Абсолютно. Я-то помню Аркашу Мамонтову еще по... О-ля-ля. А, ну, понятно. Я помню его по... О-го-го, еще там, лет 15 назад он уже существовал еще, в размерах вдвое меньше, чем нынче. Да. А НТВ на четвертой кнопке нужно просто заменить на другой канал. Эй. Да, НТВ нужно заменить на... НТВ это, конечно, НТВ... НТВ удалить на 25-й. Видела НТВ хоть раз? Увидела. Недавно, Сергей. Это порноканал. Это такой трэш. Это порноканал. Честное слово. Это порноканал. Да, да, я согласна. Порно, и там порно, и там порнографии носили. Порнографию не видела, а трэш видела такой, в чистом виде. Ну, расскажи. Ну, компиляции всякие. Значит, идет какая-то программа, ток-шоу общественное, общественно-политическое, как будто бы. Да. Значит, сидят люди, им дают, то есть, они что-то говорят буквально, ну, слов по пять. Да. Вот, и видно, что они собирались каждый еще что-то сказать, чтобы закончить место, но это вы уже никогда не увидите, не услышите. Да. После чего идет такая вставка, которая как будто бы поясняет нам, о чем идет речь. Нарезка каких-то, какие-то кадры. Бессмысленно. Там какие-то черно-белая хроника, там какой-то солдат задвигает бомбу, там, или, как это называется, ракету, там, в какой-то пулемет. Голос грустный, что-то говорит. Это все сменяется, и все это не имеет вообще ни малейшего смысла, нагнетающая музыка, нагнетающая речь. И после этого я выключаю, потому что я не понимаю, что происходит, для чего это все. Потом все возвращаются в студию, там с озабоченным видом ведущий. Делает вид, что понял, делает вид, что понял. Да, 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 меняет карточку у себя в руках. Ой, это жесть вообще. Читать дальше какой-то текст и задать вопрос. Слушай, я тебе больше скажу про телевидение. Про телевидение я тебе сейчас скажу. Я был в записи по поводу Куликова поля с Гидаром Джамалем у Парфенова, у Леонида. Гидар Джамалем. Я был Гидар Джамалем. Какой собеседник. Да. Он был за этих самых, мне кажется, за монгол-татар. Или, может, нет, я сейчас не помню. Я был тоже за монгол-татар, но за наших, которые, за Тахтамыша. Вот. А он, по-моему, все-таки был не за Танханамет, Тутанхамыша. Танхамона. Да-да-да. Не, ладно. Из-за Тахтамыша. Вот, Гидар, мне так казалось, что он представлял противную сторону Батыевскую. Вот. Прикинь, значит, я после хотел что-то спросить по поводу передачи. По поводу какой-то фразы, что-то такое, в общем. Я уже переоделся, все, вернулся потом в студию. И говорю, мне Леню, Леню, найти Леню надо. Ну, ведущего. Да. Мне говорят, а что вам? Я говорю, ну, только меня надо спросить, так сказать. И дальше фраза редактора, послушай меня. Фраза. А зачем вам, Парфенов, поговорите лучше с автором передачи? Я говорю, опа, опаньки, приехали, говорю я. А я говорю, это как? Мне говорят, ну, вот мы сейчас вас отведем. Меня ведут какой-то леди. В красивых одеждах. Там на телевидении все же красиво одеты. Это сбило меня с ног. Это сбило меня с ног. Я не знаю, кстати говоря, я не разговаривал с ней. Может, она не автор, может, она не автор, может быть, она помощница автора. То есть она, допустим, ведет дальше, понятно, да? Она ведет дальше, как сталкер такой. Но факт остается фактом. Вот эта фраза была потрясающая, когда я сказал, по программе хотел смотреть. А зачем вам говорить с Парфеновым? Спросите лучше автора передачи. Я чуть на пол не сел, дей богу, я бы разбил копчик, если бы я упал. А? А вы наивно полагали, что Парфенов и есть автор передачи. Я был просто абсолютно в этом убежден. Но, оказывается, нет. Оказывается, он просто нанят. Мы его зря наделяли этим талантом. Он нанят и ведущий просто. Он просто нанят и ведущий, актер. А есть автор передачи. Это талантливый актер, который изображает. Есть автор передачи. То же самое в Перис Хилтоне, ты знаешь. В Перис Хилтоне они лепят по сценарию все шутки. Да, да. А вы знаете, что многие так до сих пор не верят и думают, что вы постфактум выложили у себя в Фейсбуке распечатку программы. Тогда как в эту программу выложили сценарий. Да, да, там буквально... Мне сценарий кинули в четверг до записи. Существенно раньше записи уже был сценарий. Ну, когда же побеждала Перис Хилтон в лучшем сценарии год. И ребята, ребята, ребята зубрят сценарий накануне. Они шутят по бумажке. Но они хорошо шутят. Хорошо шутят. Кто спротив? А кто говорит, что это плохо? Я не говорю, что это плохо? Смешно получается, да. Очень смешно. Ну, а когда они по несколько раз, Сергей... А не бывает, что по несколько раз одну эту же шутку зачитывают? Такое бывает? Нет? Нет, они говорят, ну, поехали дальше, говорит Тургант, который гонит всех. Потому что ему надо бежать на следующую запись, он гонит всех. Они же записывают все эти шутки. Он говорит, ну, поехали дальше. И все упираются глазом в листик, быстренько читают следующую шутку и хреначат по бумажке и все. Че ты? Нет, а че смешно это? Ой, нет, ну... На радио настолько лучше, Сергей, так вот... На радио намного лучше. Слушайте, ладно, я углубился в тему мидиа, и от Чаплина мы отошли. Да. Чаплин обалденный. Вопрос о первой кнопке. Чаплин обалденный. Сейчас вернемся к разговору о радиотелевидении Александре Крутове, Аркадии Мамонтове и Иване Демидове. Вот этот пассаж я бы хотел с вами пообсуждать. Через минуточку. Слушайте, будете смеяться страшно. Я сейчас довольно долго объяснял Насте, кто такой Аркадий Мамонтов. Ну, да. Вообще, Настя, я тебе минуту объясню. Настя, ты пойми, либеральный человек, либеральный человек. Не ложится спать без того, чтобы не пошептать на сожженные волосы. А, вот и лицо, я знаю его. На сожженные волосы какие-то, ритуалы в Вуду. Я думаю, мне кажется, Женечка Альбатс должна каждый вечер там в куклу Аркадия Мамонтова втыкать иголки в сердце и так далее. Серьезно. Я поняла. Я должна быть... А ты же либералочка, ты же либералочка, возненавидишь же ненавистью чистой. Которого я не знала, все, поняла. Теперь ты знаешь, хоть кого ненавидеть. Не, а ножка вообще, в принципе, настолько в ауте, в смысле, она вообще телевизор действительно, фактически не смотрела вообще никогда в жизни, что она просто полностью не знает, кто такой Аркадий Мамонтов. Нет, там, смотри, ручка. Ой, жесть какая. Это что-то... Нет, Сергей, у меня есть лишний телевизор, говорит, подарить Николай. Николай, так у меня телевизоров, как, довольно много, Николай. А главное, у нас есть компьютер. У меня полно всяких филипсов таких плазменных. Не плазменных, а, знаете, LCD, Liquid Crystal, как это называется? ЖК, ЖК, наверное, жидкий кристалл. Вот, значит, и... Ну, только у меня антенны нет. Николай, проблема в том, чтобы... Подариться лишнюю антенну. Давайте, давайте вот что, давайте вернемся к фразе Чаплина, Всеволода Чаплина, преподобного, да, или как, протоиерея. Вот уж... Преподобного протоиерея. Поставили вы меня в тупик. Ну, я не знаю точно термины. Ваши вообще свещества. Ваши вообще свещества, конечно, кардинал Решилье, да. На первой кнопке, слушай меня, вот эта фраза, давай прочитай. На первой кнопке должно появиться настоящее общественное телевидение во главе с патриотично настроенным и политически активным журналистом. Таких немало, двоеточие. Иван Демидов, Аркадий Мамонтов, Александр Крутов. Три точки, то есть список, может быть, продолжен. НТВ на четвертой кнопке нужно просто заменить на другой канал. Забанить, правильно. Заменить. Забанить, да, на другой... Вообще нет, заменить на другой канал. Забанить и тут же влить новый контент. Коллективных кандидатур предостаточно. Ну, Радонеж какой-нибудь, может быть, нет? Ну, конечно, да. Хорошо, слушайте, вы поддерживаете вот такое требование Всеволода Чаплина, известного священника, известного своей, скажем так, гражданской и политической позицией. Да, поддержите 916-5581. Нет, не поддержите 916-5582. А я поняла, Сергей. Я в этот момент должна начать протестовать, будучи либерал, против кандидатур. Дело в том, что, ребята, проблема Насти в том, что она иногда забывает, что она либералка по должности. То есть у нее роль либералки, а Настюха, значит, забудет в другой раз, да что-нибудь как залепит, залепит. А мы, значит, я ей потом на рекламе говорю, мать, ты же либералка. А она такая, ой, говорит, сейчас назад, говорит, вертай в зад. 7-8-8-10-7-0. Пока вы голосуете, мы говорим об этом по телефону. 7-8-8-10-7-0. Алло, здравствуйте. А мне кажется, что... Я Светлана из Москвы. Здравствуйте, Светлана. А мне кажется, что вот ключевое слово, которое вызывает отторжение, это слово «диктатура». Диктатура. Мне кажется, это слово, которое не должно появляться в речах протеерии, в преподобных... Позвольте, диктатура совести и воли, как нравственный императив, здесь я с вами готов поспорить. А почему? Ну, потому что, в принципе, христианство, оно, ну, в своей природе должно быть чуждо политики. Ой, диктатура совести и воли, подождите. Ну, вы же читали Евангелие? Ну, конечно. Христос, Христос вообще говорит... Дня курящегося не угасит, трости надломленной не переломит. Да, но, да, но, он всегда говорит очень строго. Он говорит просто, но строго, и ни разу не шутит за все... Все четверо евангелистов ни разу не излагают ни единой шутки Христа. Да, и так же он так всех нас прогрузил без кнопки четвертого канала, чтобы мы его поверили. Да, ну, знаете, честно, он, наверное, сказал то, чего люди ждали, я думаю. Знаете, если позволите, мне кажется, что строгость Христа абсолютно императивна, он не позволяет рассуждать, да, или нет. Вы понимаете, он имеет право на такую строгость, потому что он же любил человечество до того, что пошел на крестную смерть. Ну, да. А Чаплин почему не может об этом вспоминать? Может. Ну, он должен тогда лично с этим соседствовать, то есть он должен потихонечку заказать в столярке крест большой для себя? Почти нет, потому что он должен учиться у учителя. Вот и все, он учится. Ну, для этого ему надо уйти в пустыню, изо всех сил там молиться, а не писать письма в аргументы. Ой, ну, в ваших словах несколько ревности, нет? Может быть, я не прав, нет? Мне кажется, что это вызовет всплеск антиклирикальный, очередной, и никто не сделает крутого. Вы видели крутого? Я не просто видел, я был его начальником, вы будете смеяться. Я был... А, я не ошибаюсь, он Русский дом выпускал. Нет, я вам гораздо более давнюю историю расскажу. Я в 92-м году, когда мы пришли, в свое время мы взломали телевидение, в принципе, вот команда такая, довольно молодых ребят. Ну вот, некоторые уже ушли, там Юрка Ростов в Нью-Йорке давно и так далее. Таня Миткова там ушла в начальство еще куда-то. Ну вот, значит, мы взломали ситуацию таким образом, что ведущий сделался начальником дня. Понятно, да? То есть... Да. И я проводил летучки в качестве ведущего в 92-м году, когда я вел программу «Время». Ну, я вел программу «Время» в 92-м, а потом в 98-м году еще. Значит, вот в 98-м... Я проводил летучки. И Крутов предлагал свои материалы мне, как хозяину, как бы, программы «Время». И вот ситуационно. То есть я не был его начальником в прямом смысле, я был ситуационным начальником в дни, когда я вел программу «Время». Там Танька Кобарова в другие дни, и Сережа Медведев еще тоже работал. Вот. Если помните. Значит, и я вам должен сказать, что он был такой вот человек с архаичным, негибким сознанием, ведь ругаться нельзя в сочельниках, а? Нет. Ну, вы знаете, дело в том, что... Нельзя, да? Ну, можно, мне кажется, что все равно. Чуточку. Дело в том, что Крутов или вот Всеволод Чаплин, они как бы утверждают что-то очень строгое, как Христос, да? Да. Вы помните, вот Христос, он что-то утверждает, а потом он оживляет мертвого. Ну, да. Вы понимаете, получается такая равнобедренная схема, очень убедительная. А когда люди как бы вот бросают такой аргумент, им следом придется, ну, придумывать какие-то чудеса, но, в общем, придется спекулировать, и это все, ну, запахнет инквизицией, мне кажется. Спасибо вам большое. Я в вашем лице встретил очень интересную собеседницу, и все-таки вы полны ревности. Спасибо. С праздником наступающим вас. И вас тоже. Да, да, да. Вот видишь, как человек знает материал, человек знает первоисточники, вообще все знает. Вот собеседница. Цитаты на цитату. Вот собеседница какая. И классная абсолютно. Загласись. Конечно. А? Конечно. Вот, пожалуйста. Ну, видите, даже она критично относится к предложению Ну, вот, поставить патриотично настроенных... С Крутовым у меня был конфликт в 92-м году. Прискут материал, я на него наорал по своей привычке. Как сыночек генеральский, я люблю наорать время от времени на человека. Вот. Значит, он там весь материал пускал слезу, что у какого-то флота, русского флота, не хватает топлива для маневров каких-то широкомасштабных. Я его послал по матушке там, на летучке, значит, сказав, что пока я вижу людей, живущих на помойке, пока я вижу очереди на бензоколонках, когда я вижу... Пока я вижу людей, заправляющих по 5 литров, заправляющих по 5 литров на колонке, уже денег нет. Значит, меня не парит эта проблема флота. Вообще ни разу. Понятно, да? Ну, правильно. Я не хочу, чтобы мой флот ходил там к берегам Калифорнии выкаблучиваться ради крутого, ради крутого, пока я вижу людей, которые заправляют по 5 литров, из-за того, что денег нет. И я на него довольно грубо. И он обиделся, встал и ушел. Вот, собственно, а мы потом... Больше мы с ним старались не видеться, да. Ну, мы старались не видеться, и иногда это удавалось, иногда меньше удавалось. Погнали дальше. Движение, слушайте, я только скажу, мы не дозвонились до Льва Быстрова, скажу быстро, что доллар серьезно подорожал. Хорошо, серьезно подорожал доллар за ночь. 1,2771. Вы знаете, что мы его видели на 1,29 почти вчера. 1,2870, 1,28, ничего такого, 80 было. Хорошенечко подорожал на целую фигуру доллар. Я... Или даже 1,29. Настя, что-то у меня с головой стало. Ну вот. 1,2771 доллар серьезно подорожал. Биржи так себе ковыляют потихонечку. После хороших данных по Америке вчера Америка взбодрилась, мальца, и было так приятно смотреть на Америку ночью. Но я этого не делал, я спал. Так, теперь, теперь что с движением? Движение роскошное, движение таковое у нас. А попросту говоря... 1 балл, да? 1 балл. Без движения. Никто не едет. Все, кто едут, едут быстро, а остальные все не едут. Все еще пьяненькие. Но я тебе по вчерашнему дню скажу, к часу дня начинают вылезать. Да, ну. Да к часу дня начинают вылезать. Да, да, да. Протрезвевшие, ставив спичку в глаз, да? Погнали музычку слушать. У нас духовные песнопения сегодня в честь Сочельника. Мы непрерывно молимся, товарищи. Молимся. Разом взмолитесь же. У нас духовные песнопения сегодня в честь Сочельника. Погнали, вы посмотрите. Звук сиденье не вред запомни拍е. Ну запомни directions. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Десять часов четыре минуты пятница шестое января Десять часов четыре минуты пятница шестое января Десять часов четыре минуты пятница шестое января ведущие программы. Здравствуйте, Настя! Мы забыли про голосование. Голосование провисело черт знает сколько. Простите нас, пожалуйста, все, кто проголосовал, о таких сотни. Но мы возвращаемся и говорим вам вот о чем. Вы поддерживаете идею протеерея преподобного Всеволода Чаплина о том, что... Что? О том, что телевидение. 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 На первой кнопке должно появиться настоящее общественное телевидение во главе с патриотически настроенным и политически активным журналистам. Таких немало. Иван Демидов, Аркадий Мамонтов, Александр Крутов. НТВ на четвертой кнопке нужно просто заменить на другой канал. Коллективных кандидатур предостаточно. 81,3% поддерживают эту идею. 81,3%. 18,7% нет, не поддерживают. 18,7%. Слушайте, а давайте-ка, а давайте-ка, а мы попробуем проголосовать вот как. А мы попробуем, значит, первый канал действительно захватить, но я вам предлагаю на пробу, на пробу, значит, коллективное руководство другое. Значит, сейчас просто проверим, проверим вашу либеральность, так сказать. А остальное с сумлением давайте смотреть за результатами. Давайте вот так, смотрите. На первый канал, на первый канал сажается руководство следующее. Каспаров, Евгения Альбац и кто еще? Только не говори Немцов, потому что он балбес. Конечно, Новодорска тоже нельзя, она комична. Давай кого-то некомичного такого, нормального. А Володя Рыжков нормальный. Володя Рыжков нормальный, умный, все, что хочет. Сажаем руководство. Каспаров, Альбац, Владимир Рыжков, 916-5581, на первый канал. Или, вот это троица, значит, Иван Демидов, я думаю, Демидову неловко среди них, ну хорошо. Демидов, Мамонтов, Крутов, 916-5582. Вы смотрите, надо забрать первый канал, хорошо и все, сделать его действительно общественным, императив совести, воли, государственной воли, государственнической воли и так далее. Значит, вы, вы голосуете за руководство канала, мы предлагаем троицу, троицу, у них будет триумвират. Понимаете? Не тандем, а триумвират. Все. С правом вето. С правом вето. Значит, первый вариант. Мы на первый канал сажаем руководство вот какое. Значит, Каспаров, Владимир Рыжков и Евгений Альбац, 916-5581. Второй руководство, Иван Демидов, Аркадий Мамонтов и Александр Крутов, 916-5582. Договорились? Давайте мы вам духовное что-нибудь, мы сегодня вас доведем, мы, я говорю, сегодня торкнет большинство народа, сегодня, сегодня торкнет по полной. Давайте засадим вот эту вот... Ой, как, ой, как хорошо-то, я думал... Ой! Детишки, Господи, как хорошо, Господи. Господи. Хвалите Его, во утвержение силы Его, Господи сил с нами буди, и на Бога развить Тебе, помощник от скорбек, и на Бога разве Тебе. помощник от скорбек и имамы, Господи сил помилуй нас. Ей- но Cent embarrassing с earthquake. Он приходит區 Детишки, Детишка. Детишка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каспаров в этом смысле Он не таскается Не шляется ничего Владимир Рыжков Занимался партией Черномырдина В Наш Дом России И здесь я бы отдал ему должное Он проявлял стремление К карьере, конечно К карьерному росту А это многие Пуристы, ригористы Могли бы счесть Не так сказать? Нет, ну конечно Могли бы счесть стремление К ловкости К какому-то Беспринципности Беспринципности И так далее Понимаешь? Это могли бы счесть Правда же? Ну да Ну да, ну да Это нехорошо Альбац? Нет Альбац действительно Она верна Соединенным Штатам И тут, как говорится Это тоже очень последовательный человек Очень последовательный Прошу не забыть Познера Познера я бы сразу забыл Познера, если позволите Я сразу забуду Я сразу забуду Познера Просто в мгновение Потому что вам же нужны Последовательные борцы С тоталитаризмом А Познер на навещание Советского Союза Занимался пропагандой Решение пленумов То есть вот как пленум пройдет Так Познер готовит Серию передач О том, какой охренительный Прошел пленум ЦК КПСС Познера даже пытались Сделать Секретарем партийной ячейки Об этом Мне подробно рассказывал Старик Шахов Который был его политическим И не политическим Нет, профессиональным руководителем Старик Шахов возглавлял их Познера я бы сразу Прям забыл Вот мгновенно забыл Да и все Вот Нет, нет Не годится никак Эрнст Эрнст пишет А Эрнст пишет Нам пишет Эрнст Костя Это ты? Или это Или это ваш папа Константин? Нет Нет, не годится Познер Так, поехали дальше 788-107-0 788-107-0 Теперь принимается Нам позвонил либерал Обратите внимание Теперь принимается Звонок от антилиберала Который за Крутого Мамонтова И Демидова Алло, здравствуйте Доброе утро Здравствуйте Наталья Наталья Это вы та Наталья, Наташ? Здрасте Ну да С наступающим праздником Вас праздником Господи, Сергей Вот год розно прошел Да, спасибо вам большое Что позвонили, Наташ Спасибо Мы с Настей довольно долго добивались Хоть кого-то, кто знает Как готовить сочево Вот Ну, я уж не буду отклоняться от темы Вы просто скажете Вы знаете Рис, изюм и вкушается один раз в день Подождите с рисом А с рисом это факультативно Главное с пшеницей вариант Ну, с пшеницей это у кого есть Потому что в основном пшено Можно рисом По нашим мощам Разрешается Наталья, давайте теперь Вы проаргументируете нам Руководство Первого канала Смотрите Еще раз Вы с самого начала нас слушаете? Ну, когда вы эту тему подняли Да Смотрите Значит, смотрите Нужно переходить от стабильности В кавычках Говорит Север Чаплин К диктатуре совести и воли Да, я вчера даже Постила это все Скажите, что текст сильный Текст очень сильный Сильный, да Очень сильный, да И текст волевой И, конечно, он императивный такой Да, давайте вернемся к теме телевидения Значит, вы за Мамонтова, Крутова и Демидова Вот за всех них одновременно Да, поехали Обоснуйте Ну, значит Помните русский дом Он, кстати, с Демидова и начинался Сначала Вел его Демидов Потом вел его Крутов С Леоновым Анализы давали Вот как раз военная тема Тема разоружения России Которую сейчас Ах, вот В открытом небе могут взять Вести нам американцев При расследении Миша Леонтьева, имеете ввиду Еще какого-то Погон брыла Будут нам тыкать Эти американцы Да Когда левые вот эти все люди Которых до 50 миллиардов долларов Будут их заряжать Навального Который прошел обучение в Ельском университете Полгода Программа специальная Это где А вы Кстати, это вопрос, Наташа Вот это вопрос Когда вы говорите Программа специальная Вы знаете или слышите? Википедия, заходите Биография Алексея Навального, пожалуйста Так нет, я знаю Название программы есть И все есть И как его Мадлен Олбрайт Как переворотчиков будущего Порекомендовали Их трое Немцов на выбор Кудлатый пудель Как вы метко заметили Навальный И Ходорковский В случае его выхода Освобождение Хорошо, хорошо Значит, вы берете этих троих Потому что они противостанут Американскому проекту Ну потому что патриоты Просто до мозга костей Понимаете Просто люди, которые в загоне Которых действительно ненавидят Крутов Когда у меня не брался материал По омоложению Младенцами Нерожденными До шести месяцев Кесарева Вот после молитвы Оптинских старцев У убиенных иноков Он взял мой материал Единственный Дети-россии.рф Там, пожалуйста Можно я спрошу вас Про Ивана Демидова Мне казалось, что он занимает Высокий пост Администрации президента То есть вы говорите, что они гонимые Но это не так Нет, они гонимые В плане, что их не видят И поэтому расклевают И насаждают то, что хотят А кто их видит Можно я засомневаюсь Потому что Демидов В администрации президента Мамонтов Очень-очень Показывается И все, что хочешь А насчет крутого Просто не знаю Ну вот видите Наша молодая Юная ваша Поножка Ведущая Она ничего в упор не знает И таких, как она Большинство И они стоят на оболотке Так проблема-то, Наташа Не в том, что она Не в общем патриотизм Не нужен Понимаете Им нужно сдаться Под патронат американцев Все, точка Нет Вы хотите сдаться, Настя? Нет Сдаться точно не хочет А мне она Анастка хочет Потому что В этом случае Я бы с ней На тему православия Она очень патриотка А я в курсе Какая она патриотка? Да патриотка правда А как вы судите О моем патриотизме? По эфирам По эфирам матушка Нет, нет Давайте Конкретно По моим высказываниям Я продолжу тогда Свою мысль Хорошо? Хоть арбюанс Расселена На три части Давайте Как Плоханов Метко заметил Так На либералов На коммунистов И на тех Кто стоял К поясу Богородицы Все Вот мне угрожают Только за православную тему Сегодня милиция была В фейсбуке угрожают По телефону угрожают И мусульмане И коммунисты И либералы Я в 4 огня там Или 3 сколько испытываю Потому что ненавидят Потому что Бзижинский сказал Что православие После коммунистической системы Это последняя вражья Вот такая сила Которая способна Русский народ объединить Больше никто Наташ Но Бзижинский Ну правда Ну давайте будем свежими Но Бзижинский уже Чуточку поднадоел Правда Нет Они все так думают Все их крыло А то что у нас происходит У нас ведь тоже разделено Правительство На патриотов И на либеральное крыло Это кто же там патриот Патриота ни одного не знаю Назовите мне патриота Просто вот на скидку Давайте Русский националист Русский националист Молящийся человек Путин Владимир Владимирович Иванов Рогозин открытый Вот у него пожалуйста Доступ Открытая группа Посмотрите на содержание Его статуса В фейсбуке Но это все Жемчужины Которые должны возрастать И молодежь наша Которая Уже отравлена До нельзя Это погонь Навалилась на многострадальную Россия Такого растления Такого ужаса Такого скотинивания Молодежи не было Никогда на Руси Я понял Я загрустил Давайте какой-нибудь Гимн религиозный Шарахнем сейчас Что-нибудь хорошее Царю небесный Утешителю души истины И живи везде И вся исполняя Сокровище благих И жизнеподателю Спасибо вам огромное, Наташа Еще вас подхватывает Подхватывает вас Подхватывает вас Монастырь Монастырь Монастырское Давайте еще Чуть-чуть монастыря Сейчас мы Подхватимся Подхватимся Мы А, кажется, не подпеть Мы подпоем Сейчас Что-то они увяли сразу Кажется Они сгрустнули Ну-ка, мужики Давайте Подхватывать Наташу Что такое Что такое У них Шепчут друг другу что-то такое, что они же, шептуны какие-то, что за жизнь еще, это Сергия Валавра, елки, их что, там не кормят, что ли? Подъем. Обзор печати. Итак, ну, прежде всего, конечно, хотелось обратить внимание на то, что вот эти вот полотенца, которыми мы все пользуемся в общепите, это новость от канадских ученых, содержат в себе больше вредоносных бактерий и микробов, чем можно было предположить, и предельные нормы там где-то там в сто, в тысячу раз могут быть завышены, и это имеет значение, конечно, прежде всего для людей с пониженным иммунитетом и для детей. Так что будьте внимательны, возможно, руки протирать стоит в ресторанах после помыва какими-то своими салфеточками, заранее принесенными. В любом случае, ну, эта новость такая, с ресурсом, может быть, который не достоин серьезного внимания, но очень много всяких новостей на Комсомольской правде, например, там она уже давно работает, к чести сказать, все выходные, все праздники поставляет нам новости. Вот теперь от Онищенко. Онищенко, во-первых, нам рассказывает, кто самые злостные курильщики у нас в правительстве, это, оказывается, Жуков в частности, и подает нехороший пример по мнению Онищенко. И Онищенко также говорит, что в нашей стране одни из самых либеральных законов по отношению к курильщикам предлагают в госучреждениях курилки официально запретить. Кстати, к вопросу о государстве. Сейчас, вы знаете, Хосна Мубарак в Египте содержится под стражей, там суд и прокуратура Египта потребовала суд приговорить к смертной казни Хосна Мубарака. Обвинители просят такого наказания тоже и для экс-главы МВД, и для его шестерых заместителей, но специалисты говорят, что, скорее всего, мнение общественное будет учитывать при вынесении приговора, в какой форме это мнение будут запрашивать, еще вопрос, но, тем не менее, на сайте Комсомолки или на сайте РБК можете это посмотреть. Брейвы теперь, значит, опять признали вменяемым и также уточнили, что в Беларуси он ездил, оказывается, не для того, чтобы принимать участие в секретных учениях КГБ белорусского, а всего лишь навсего, оказывается, с девушкой он там познакомился через специализированный ресурс, который вот... Белорусочкой. ...поставляет, да-да-да, восточноевропейских девушек... А для чего, скажи, вот для чего он всех познакомился? Я думал, хотел рот продолжить. Генетически как-то познакомиться, да? Ну, очевидно, да, у них же там проблема порождения серьезно стоит в Норвегии. В Норвегии. Очень много генных заболеваний в Норвегии. Они пытаются выродиться, но и одновременно пытаются заманить туда белорусок. Правильно я понимаю? Ну, да, всех, кто, в общем, более-менее здоров. Спроси, кого хочешь, кто ездил в Минск, белорусские бабы, главные динамистки на свете. Главные динамистки. Я их поддерживаю, правильно? Спокойно, в рейтинге ЖЖ читал недавно, я тебе серьезно говорю. Он ее кадрит, лапает и все, что хочешь, потом подбегает ее подруга, кричит, Галя, а тебе же домой. Они вскакивают и уходят. Все, до свидания. Правильно, правильно, ничего. Галя, а что ты так долго сидишь, он у тебя лапает, а то тебе же домой. И все. Это же Динамо-машина. Брейвик, я думаю, от этого и съехал с нарезки. 10 часов 30 минут, поехали, новости. Поехали дальше. Слушай, ничего меня не успокоит, кроме музычки. Мы должны вернуться к музычке, потом сделаем все воинственными, потому что Всеволод Чаплин предлагает, требует, насколько я понимаю, потому что он требует это в интересах морали и воли, воли, воли как бы, воля к совести, воля к совести, воля к моральным оперативам. Он требует, чтобы мы тренировали армию таким образом, ну, я чуть позже буквально по тексту прочитаю, таким образом, чтобы они противостояли всякой оранжевой заразе, в общем, всюду в мире. То есть, чтобы мы высаживали десанты, там, помогали. Так далее, попробуем расшифровать этот абзац, важный абзац из Всеволода Чаплина. Чуть позже, сейчас немножечко музыки, и после вернемся. Мы продолжаем молитвенный цикл сегодня, потому что нам надо молиться всем, и как-то, чтобы, ну, знаете, сосредоточиться молитвенно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поехали, возвращаемся к Всеволоду Чаплину, и мы возвращаемся, вот, каким образом, я прочитаю вам несколько абзацов из него. Два. Воинство в России, воинство в России не может стоять на социальной лестнице ниже торговцев. То есть, воинство в России не может стоять ниже торговцев. На социальной лестнице ниже торговцев. То есть, шатрии выше должны стоять. Но это так и есть, я не понимаю, ведь Чаплин нет, Чаплин, Чаплин нет. Нет, вот я абсолютно убежден, что Чаплин здесь обращает наше внимание на материальность мира. Может быть, может быть, и не прав. Здесь бы я поспорил с преподобным. А воинством он МВД включает в воинство? Не парит вообще, послушай меня. Ты же лови мысли, послушай, что ты говоришь. То есть, он говорит, воинство в России не может стоять на социальной лестнице ниже торговцев. Каждому офицеру должен быть предоставлен свой дом, в том числе в Московском регионе. Жилье нужно привязать к занимаемой должности, достойному выходу на пенсию. И это будет лучшим средством против коррупции. Значит, преподобный отец Всеволод Чаплина, преподобный протеерей, говорит о том, что воинство должно быть материально вознаграждено. В то время, как я не хуже торговцев. В то время, как я полагаю, что это, вероятно, ошибочно. Потому что воинство вознаграждено подвигом. Торговец ездит в Мерседесе, пьет шампанское «Кристалл» за 1000 долларов бутылкой, за 1000 евро. Но он не вознагражден правом умереть за Россию. А воинство вознаграждено правом умереть за Россию. Это заметно выше, чем Мерседес. Хотите я вам поясню? Я больше того говорю. Торговцы завидуют воинству. Завидуют. Потому что торговцы говорят, ну что этот кристалл обрыдший? Что эти тёлки-модельки все эти, значит, с их крошечными жопками? Всё это ужасно, говорят они. Вот если бы мы умерли за Россию, говорят они. И отправляют детей в армию. И они не могут, потому что они торговцы. Не могут. Торговцы, понимаешь, не дано им, не дано. Торговцы. И здесь Чаплин смешивает два мира. Мир идеалов и мир потребительства, консюмеризма. Я вам могу пояснить. Офицеру не нужен дом. Зачем дом офицеру, если его высшее предназначение в смерти за Родину? Да, прошу. Но торговцу не дано понять и постичь этого тайства. Ну, он завидует, он тайно чувствует, нет, он тайно чувствует. Торговец тайно чувствует. Поэтому русская православная церковь имеет все эти облачения. Помните это пояснение Чаплина же, почему наш патриарх, например, передвигается на бронированном Мерседесе, почему его сопровождают? С часами, с котлами за 35 тысяч евро. Да-да, почему он говорит? Потому что в этом мире... Они не в курсе. Нет, не-не-не-не-не. Чтобы с ним разговаривали наравне, ему-то это все не нужно. Нет, не нужно. Но для того, чтобы его воспринимали те самые... Он терпит эти верики. Он терпит золотые верики. Чтобы купцы с ним разговаривали уважительно. Потому что если он к ним придет в лохмоть... Надо как-то по-другому вызвать трепет в купечестве. Пусть купечество... Пусть купечество... Запугать. Трепещет, когда их запугать надо. Запугать. Ну, видите, они не очень сильно пугаются. А надо их как-то пороть, может быть, уязвлять. Изъязвлять. Изъязвлять. Может быть, какой-то праздник паяльника устроить. Праздник паяльника. Какой-то. Понимаешь? Например, 23 февраля офицерство, например, бражничает, а купечество с паяльником в жопе. Ну, как-то так. Надо потусторонний какой-то паяльник. Потусторонний паяльник есть. Потусторонний паяльник всегда наличествует. Это ад, сатанизм. Ну, видите, уже почти никто не боится. Нет, пообаиваются. Нет, здесь я все-таки еще раз возвращаюсь к тому, что преподобный протеерей хочет, чтобы воинство сравнилось с купечеством в материальном достатке, в обеспеченности. Это неверный подход. И здесь я поспорил бы с преподобным. Потому что воинство получает награду высшую. Воинство получает право умереть за родину. А купечество ни хрена не получает такого права. И здесь, согласись, это несопоставимые ценности. Ты права или нет? Вы абсолютно правы. Я абсолютно прав. Ну, хорошо, дальше послушайте меня. Теперь не только за родину, но и за идеалы воинство должно быть погибнуть. Необходимо, я продолжаю читать. Необходимо мощное военное присутствие России во всех регионах, где люди попросят защиты от оранжевых экспериментов. Даже если это будет означать участие в болевых, вот болевых написано, в болевых действиях. Армии нужно, наконец, дать настоящую работу. Хомячков? Хомячков. Кстати, неплохо бы отправлять в действующие войска. Те, кто выживут, станут людьми. Кому селезенку сразу нет? Без селезенки можно сказать прекрасно. Без селезенки легко, я выясняла. Легко, легко. Читаем Антоша Чиханте, который подписывался, человек без селезенки. Значит, необходимо мощное военное присутствие России во всех регионах, где люди попросят защиты от оранжевых экспериментов. Скажите, вот эта фраза вызывает у вас чувство согласия? Необходимо мощное военное присутствие России во всех странах, еще раз. Во всех регионах, простите, я не хочу ошибаться с текстом, где люди попросят защиты от оранжевых экспериментов. Я читаю по... Да, это верно. Да, мы должны посылать войска всюду, где люди попросят защиты от оранжевых экспериментов. 916-55-81, Россия, да, должна посылать войска. 916-55-82, может быть, первое время обождать как-то. 916-55-82. Я бы тут поостерегся. Я бы тут поостерегся. А? Ну, почему? Ну, мне бы казалось, что вот первое время надо подождать лет 30, а уж потом послать войска. То есть мы должны все время посылать войска, но через 30 лет. В защиту Муаммара Каддафи Россия отправляет войска. И вот, значит... И могилу. К 2041 году. К 2041 году войска отправляются наконец-то. Должен быть лаг такой временной 30 лет уже. Нет? В защиту Асада Россия отправляет войска. Ну, видишь, они, так сказать, там, к 42-му году, ага, потянулись, все. Понятно, да? Да. Расквартировались, там, все сидят в кафе, ну, и все такое. А? Высочайший жут. Да, и сижу, круассаны. Значит, внимание, я оставляю вас. Давайте мы поставим вам песню одну какую-то. Значит, Селл Чаплин предлагает следующее. Россия... Еще раз быстро читаю фразу. Необходимо мощное военное присутствие России во всех регионах, где люди попросят защиты от оранжевых экспериментов. Даже если будет означать... Это будет означать участие в болевых действиях. Армии нужно, наконец, дать настоящую работу. Да, 916-55-81. Нет, 916-55-82. Через минуточку. Прикинь, это будет так встречать русскую армию? Там такой усталый идет комбат. Потянем. Идет комбат идет. Нет. Там и папу. Они рады приветствовать и папу тоже. Пожалуйста. А наши улыбаются, улыбаются, да? И раздают конфеты. Раздают конфеты. Местные. За дело. За дело. За песню. Макси. Я тебе потом расскажу. У нас был один знакомый в Лубанго, который давал две шоколадки девочке, значит, местной. Мамуили. За что? За то, чтобы она постояла на столе. Потом и все. Не можешь ее порошком. Она стояла, а он потом давал ей две шоколадки за это. Ты не понимаешь? Нет. Я сейчас объясню. А сейчас я выключу микрофон. Я сейчас объясню. Малоношки, для чего нужна девочка Мамуила? Какая грязь. Если ты в Лубанго, какая грязь. Какая грязь. Бесконтактная грязь. А? Бесконтактная грязь. Ну да, да. Бесконтактная грязь. А он говорит, не отмоешь же ее порошком. Одну мыл порошком он, щеткой. Одежная щетка и с порошком. Стиральным. Но потом все равно забоялся. Потом забоялся, говорит, на каждую порошка столько изведешь. Говорит, ну, к черту. Говорит, лучше на стол ставить и все. Да, хорошо. Значит, 37,4% поддерживают преподобного Всеволода Чаплина. А 62,6% не поддерживают. Нифига. Это, наверное, родители мальчиков. Родители мальчиков. Нет, мне кажется, что... А сам Чаплин, открой мне Вики. Сейчас открою. Всеволод Чаплин. Да. Сейчас секунду. Прр. Он прр. Я думаю, это значит преподобный, мне кажется, нет? 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да-да. Что-то залипает со звуком. Да, здравствуйте, как вас зовут? Меня Вадим зовут. Вадим. Вы считаете, мы должны отправлять армию, дать, наконец, армии настоящую работу? Вадим, вы зависаете... Все дело в том, что... Да. Оранжевые эксперименты, они как бы по просьбе народа происходят, а не наоборот. То есть, кто нас просить-то будет? Вот правильный. Народ слепец. Народ слепец. Он обманут. Лучшие его представители в виде диктаторов нас и попросят. А, ну, то есть... Пучка этих... Нет, нет, лучшие, лучшие. Нет, подождите, у каждой земли есть соль от соли земли этой. Соль от соли, например. А? Так сказать, прокладывать путь армии. Во, извините, плохо, потому что вы говорите чуть-чуть медленно. Да, что, что, где все учебы? Не пошла. Нет, он... И, по-моему, еще он чернец, можно так говорить? Ну, то есть... Он родился... Подожди. Родился в семье профессора Агностика Чаплина Анатолия Федоровича. Обучался в средней школе в 836 в московском районе Гальянова. Отказался учить органическую химию. Отказался. В 12-13 лет. Принципиально отказался. В 85-м году был зачислен в штат сотрудников издательского отдела. Московского патриархата в отделе экспедиции. По рекомендации председателя отдела митрополита Петерима Нечаева поступил в московскую духовную семинарию, который окончил в 90-м году. Затем поступил в штат отдела внешних церковных сношений. Под началом митрополита Кирилла Гундяева, как рядовой сотрудник. Затем за всех трам общественных связей, заместитель председателя. Тут раздела такого, как семья нет. Нигде нет в армии он не был нигде. Нет в армии. Нигде он не был в армии. Что-то в армии не был он, нет. Он 31 марта 68-го года, священник русской церкви, протеерей, протеерей, не преподобный, а протеерей, а может быть одновременно и то и то. Значит, представитель синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата. Значит, нигде не сказано, где его воинственность могла набрать, собственно говоря, кровь, вот эту и сок. Сделался сочной воинственность его. Сергей, ну это аргумент, который имеет номер свой в интернете. Извините, я не могу сказать, что Чаплин воин инок. Инок воин. Ну, с Пересветом и Ослябией я бы не сравнил Чаплина. Ну, не обязательно ему. Все-таки вот с Ослябией, может быть, когда-то иногда в некоторые моменты жизни сравнил, а с Пересветом бы и нет. Вы думаете, это обязательно для того, чтобы говорить об армии? Ну, как тебе сказать, когда ты отправляешь людей на смерть, мне кажется, что ты должен, в том числе даже и Хомячков, ты должен сам иметь какой-то экспириенс. Вот, Лёхи, мы можем поспорить на эту тему. Нет, может быть, поспорить. Потому что, например, женщины не отправляются в армию, тем не менее, не имеют позицию по этому вопросу. Нет, Родина Мать зовет на защиту. Женщина не зовет, не говорит тебе, не зринься, не зринься яростным там мстителем. Значит, она зовет на защиту, мать. Я буду не против, если мой сын пойдет защищать Родину. Спокуха, защищать, внимание, опять защищать. Мать зовет на защиту, жена зовет на защиту. Да. Понимаешь? Да. Себя, самое себя. Очень понятно, что женщина слабая зовет на защиту. Родина Мать, мать, как символическая женщина, зовет на защиту. Понятно, да? Да. Но хрен с два понятно, как это тебя Родина Мать зовет на защиту Каддафи. Я не понимаю, например, семья Асадов. Я тебе не понимаю, семья Асадов. Да. Сирийские диктаторы. Зовут нас на защиту. Зовут нас на защиту. Понятно. Подправлю ли я туда своего сына? Вот именно. У тебя есть сын, Федор. Он растет. Сделаться солдатом защиты Асадов. Например, условно говоря. Он противостанет злу в виде сирийского народа, который подпитываемый вредным ядом америкосов. Америкосы специально подпитывают его ядом. Американцы всегда, всегда, самым гадким, гадким, ядовитым образом, как гюрза проползая в душу сирийского народа, говорят, смотрите, Асады прикончили еще 300 человек за неделю. Асады прикончили еще 400 человек за неделю. Говорит американская гюрза, вот эта мерзкая. А на самом деле не 300, а всего 400. Готовы ли я отправить Федора, чтобы на Совет Американцев? Ну, конечно, конечно, специально нагадить им, подонкам этим, которые расцвливают сирийцев, за что сирийцы потом обсуждают у себя в домах, как сегодня Асады снова грохнули 50 человек. Да. А? Че, ну говори быстро. Нет, а с личностной точки зрения я не считаю, что он, например, такой опыт, как, например... Ну, он не воин инок. Ну, не воин инок Чаплинта. Да. Может быть, инок, но не воин. Ну, не воин. Хотя, может быть, он мысленный воин. Внутренним взором он охватывает такие горизонты, которые нам не снились. Тогда он геополитик, подобно старцу Сергию Радонежскому. Тогда он геополитик. Вот, господи, вот открыто. Разверзли сегодня. Спасибо тебе большое. Аножка, почему я должен сам тебя выручать? Объясни мне. Ты потерпела поражение в полемике. Да. Ты и Чаплин вместе, Чаплина-Завочина, потерпел поражение в этой позиции. И я, увидев, что вы потерпели поражение вдвоем... Спасайте нас. ...стал вас спасать. Да. Мать, конечно. Это ваша высшая предупреждение. Чаплин следует за Сергием Радонежским, который благословляет воинов-иноков. Вон что. Так что твоему сыну... Мы же не копаемся в истории Радонежского. Посмотрим, служил ли он в советской армии. Правда? Во, и все. Попали. Все. Пятерочка. Пятерочка. Ставлю пятерочку тебе. За что? За то, что я тебя выручил. Слышишь меня? Спасибо. Тебе ставлю пять баллов за то, что я тебя выручил только что. Нормально? Вот так и живем, елки. Поехали на обзор печати. Ну, переходим к рубрике в движении. Но, как вы понимаете, говорить у собственного особенно нечем. Мой взгляд, поднимающего принципиально важные проблемы, притом полемически остро. Чаплин ставит вопрос полемически остро. Интересно. Где-то, может быть, полемически предлагая и некий гротеск, как нам представляется. Хотя, может быть, это ошибочно, мое мнение, что тут... Я вижу тут гротеск, а, например, Чаплин, например, считает, что это все нормально. Один балл на дорогах. Один балл на дорогах. И дороги едут, все в порядке. Единственное, там, ну, где-то вдруг красные пятнышки появляются, но когда я смотрю, что обычно бывает в это время на карте Яндекса, я вижу просто полностью красную Москву, вот обычно, да. Обычно стоит Ленинград, Капроспект Мира, ну, все стоит. А это как будто бы пятница, если... А, пять баллов обычно, потому что пятница, да. А сейчас, сейчас один балл и красных пятнышек почти нет. Куда поехать, Сергей? Вот хочется же воспользоваться вот этой вот зеленой Москвой, вот согласитесь. Чтобы начать сновать. Откладывайте, да, чтобы весь год там подумать только, да, показаться. Начать циркулировать. Куда ехать? Давайте. Не, циркулирую, вообще объясняю, циркулируй. 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 Доехав, доехав куда бы то ни было, до полей, доезжай до полей оссенизации. Поля оссенизации есть. Вот, поднимаешь кундалини, хрен знает куда, совершенно. Что такое кундалини? Кундалини? Вот, пожалуйста, ты не знаешь, что такое Крутов? Не очень. Ты не знаешь, что такое Аркадий Мамонтов, ты не знаешь даже, что такое кундалини. Кундалини это кобра, которая поднимается по твоему позвоночнику, энергетическая. Энергетическая. В ашраме. Ты ни разу не была девушкой из ашрама теперь, понятно, да? Нет. Девушка из ашрама, это лучшая разновидность женщины. Тебе просто объясню. Она все время говорит, да, мой господин, и все такое. А, ну я тоже так могу. Нет, она еще практикует тантрическую. Ну так это я, господи, интернет вот открыть для всех, пожалуйста, я сейчас зайду. То есть кундалини, ведь по-разному поднимается, ты пойми. Кундалини? Кундалини, конечно, конечно, конечно. Так мы отвлеклись от поля аэрационных. Без наставника это невозможно понять. Вы предлагали доехать до аэрационных поля. Я уже забыл про аэрационные поля. Теперь, когда я вообразил себя наставником юной девушки из ашрама и так далее, мне трудно вернуться к полям аэрации. А дальше вы садитесь в машину и едете обратно домой. Прямо в ашрам, где тебя ждет девушка из ашрама. Вот куда надо ехать. Товарищи, все вы занимаетесь пустой ерундой. Надо ехать в ашрам, товарищи. Все, всех я убедил. А, убедил? Все, все. Убедил. Этот выпуск провела Анастасия Аножко, блистательнейшая. Спортсменов пока нет. Мы проиграли Швеции, как вы знаете, 1-0. Вот и все новости спорта. Я с вами прощаюсь, оставляю вам молитву. Молитву, вот, предвосхищая. Сегодня 24 декабря, как вы знаете, у православных. И в ночь с 24 на 25 декабря православные будут праздновать, ну, как и все, собственно, христиане, будут праздновать Рождество Христово. Просто они чуть-чуть позднее живут, чем все христиане. Сегодня будет очень красиво. Все едут в церковь, я понимаю, потом разговляться в 2.30 примерно по окончании службы. Правда же? Мы все про вас знаем. Мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 6 января.